здравствуйте меня зовут марчелло я живу в кишиневе и я коллекционирую орхидеи фаленопсис еще хои коллекционирую и увлекаюсь готовкой растительного в общем растительное питание plant-based веган и все в этом роде но сегодня в видео будет первое мое видео на русском я надеюсь что никому не моя речь не будет царапать слух но я надеюсь что кто-то посмотрит и кому-то будет приятно посмотреть на мои цветочки я сегодня хочу показать вам мой карантинный подоконник тут у меня новые цветочки которые еще в карантине сидят они ждут пока они адаптируются я надеюсь что на них не будет никаких насекомых а то у меня в коллекции меня долгая история вообще то моя мое коллекционирование началось с того что у меня появился в коллекции моей так тогда так называемой коллекции я буду приближаться пока буду рассказывать мои истории с орхидеями у меня орхидеи появились на моих подоконниках начиная с 2012 года как я переехала на новую квартиру и все начали дарить орхидеи но тогда я ничего не делала с ними я просто ставила на подоконник и они росли себе только поливала ничего больше не не удобряла ничего ничего вообще даже не глядела на них до того как они зацветали потом я фотографировала их радовалась и все и так заново и так несколько лет подряд где-то в 2016 или в семнадцатом у меня погибло 9 орхидеи это был один подоконник меня в принципе было где-то 40 орхидеи все подаренные ничего я сама не покупала все были подарены и вдруг у меня погибло от 1 подоконник все все что там стояла все погибло как бы не сразу не в один день но за там за промежуток времени и все погибло я не знала что от чего они просто как бы разваливались а это был красный клещ я видела как какой-то напыление вот крас красноватые и я искала в интернете но я неправильно искала я все писала ржавчина ржавый налет но я не находила вот и наверное не знала и я была новичком в этом не знала как искать чтобы правильную информацию найти и но я не могу так если я что-то делаю я люблю делать все правильно искать информироваться и тогда я начала усиленнее искать информацию читать и так пошло поехала и я начала уже влюбляться в эти цветочки и вот так началось началась моя мое коллекционирование сначала конечно я покупала что-то росла мои подаренные цветочки покупала много в уценке ну училась на своих ошибках пробовала все что видела в интернете всякие разные посадки как все но потом я как бы уже уже поняла что мне нравится что не нравится некоторые из цветочков из своей коллекции я уже передавила которые вроде бы вначале мне нравились просто потому что они были разные они не были похожими на все остальное и не было приятно иметь а потом как бы я уже поняла что мне именно нравится в цветочков что не особо и я уже остановилась на какие-то тенденции в моей коллекции мне очень очень нравится вот все вот эти как называют в ю тубе в русскоязычном ю тубе их называют легатоподобными вот это моя прям любовь любовь всякие такие разные цветочки я прям просто хватаю когда вижу и это для меня восторг всегда и отдельная любовь потом мне очень нравится темные вообще черные орхидеи да они конечно особенные они не на какие другие не похожи и еще не только просто черные темные орхидеи а еще вот с темной с черной губой тоже обожаю но потом конечно я влюбилась в мутации разные да и начала коллекционировать разные мутации бабочки и три липсы и пилорики бабулетки ну все конечно не все подряд но ну все подряд это не такие уж частые гости на наш в наших магазинах так что я не могу сказать что прямо каждый день нахожу и думаю взять или не взять какую-то мутацию но вот как как это рак воровелло это у меня одна из новеньких она я не знаю как называется правильно такая мутация я ее называю ажур везде у меня написано подписано такие цветочки как ажур меня их несколько вместе групповая посадка белых таких с рваными лепестками а потом есть такая белая с интересной губой и чуть-чуть крапа насыпали их то по моему астрал но я не уверена в сорте тоже очень это моя была первая по моему с такими лепестками ем это прям любимая из из вот этой мутации а потом есть сангри 2 1 с более такими узкими лепестками и одна вот с такими круглыми обязательно покажу ее в каком-то видео очередном я надеюсь что это не будет последнее видео на на русском ну за сегодняшнее видео это как бы меня я даже не думала я начала снимать просто потому что я как бы я все смотрела все русские и украинские каналы ну русскоязычные потому что на румынском очень мало ну прям очень мало информации видео в youtube и очень мало орхидея и как бы я начала снимать думаю так мало на румынском буду хотя бы хотя бы и я что-то показывать может быть кому-то будет интересно но вот общаясь с девочками в ю тубе как бы я могу на на их не видео смотреть они на моих как бы ну не особо все понимают и поэтому я подумала ну попробую я снимать хотя бы иногда на русском так что ну как бы на сегодняшний видео меня сподвигла хозяйка канала орхид хом орхидеи дома так что спасибо за эту сподвижку мою ну вот о чем я рассказывала свои вот мутации разные да вот из этих меня еще сам гре там 2 вот это тарина ну и вообще очень меня вот привлекает меня вот эта мутация хотя вот эту тарину я не сразу взяла она хотя она была она прямо на рынке продавалась у нас на улице несколько дней тому назад и там вообще цена была смешная прям где-то примерно 5 5 или 6 евро получится я сейчас не знаю кто меня смотрят и не знаю в леях не будет понятно в но это было 130 леев это вообще очень очень дешево для такого цветочка ну как бы он небольшой но все таки не малыш и вот потом вот у меня такие красавицы очень он вот это еще одна моя любовь сплэш очень люблю вот такие сплэш и хотя своего попугая я подарила для меня он был как бы слишком контрастный и не могу сказать что был из любимых но я я понимаю что вот я смотрю где-то он мне очень нравится но уже и места мало в своей коллекции так что но есть вот такие сплэшные тоши пираты конечно вот очень нравится нравится вот аксене он тоже очень привлекает мне вообще розовые розовые цветочки мне тоже очень сильно но не он конечно не он тоже нравится в цветочках когда вижу неоновые то прям прям в восторге неоновое напыление прям восторг ну конечно на камере не все так видно особенно сейчас уже вечереет и это искусственная подсветка ну очень бегли по желтые бегли по это вообще как бы отдельная не знаю такая у меня мини коллекция есть их несколько но пока что я буду думать когда их увижу всех в домашнем цвете не буду решать какие останутся какие нет потому что первые два и желтых бегли по я даже не смотрела на них есть просто брала потому что не очень очень нравились именно желтые бегли по а потом конечно уже буду буду же выбирать между ними может кто-то останется может кто-то пойдет к другой хозяйке вот этот мне очень понравился я не очень часто видела вот такую форму звездочкой у бегли по и мне очень он чуть-чуть цвет чуть-чуть искажает камера но приблизительно вот эти полоски они такие какие-то палевые не сильно яркие прям веносности вот очень такая приятная красота вот что еще вот это красавица тоже вот эти ажурные тоже чуть-чуть лепестки мне сильно понравились похожие на чуть-чуть на лас-вегас чуть-чуть на бриона на кого еще там брауни все вот из этой серии все они мне очень нравится у меня лас-вегас ну кобрион это другое это ближе вот к такой расцветки но бриона я бы себе очень хотела вас в своих коллекции иметь прямо сегодня вот смотрела видео с там была мутация бабулетка по-моему бриона и я прям смотрела не могла не могла насмотреться эти вот лепестки с таким с этим бежевым очень красиво и губка она чуть-чуть имеет такой сиреневато-неоновый оттенок тоже очень интересная ну бегли бы ты прям он тут самый яркий такой нет король это тоже купила прямо в продуктовом магазине идешь в этом 9 по моему евро где-то если считать мне вот оба не очень нравится ну как мне она нравится у кого-то но я бы себе не взяла особенно все рассказывают какая она привередливая но не в этом суть мне просто она как бы сильно для меня сильно пестрая а вот тут как бы губ губа из этой серии из похоже на а вот аст все остальное вот прямо в моем вкусе мне вот больше однотонные нравится хотя разные пестрые но но не все пестрые нравится да вот и и венозность я некоторые просто обожаю такие где венозность есть как и вот и на этом бегли по вот такой венозность я прям прям очень очень не нравится меня тоже летом появился бегли такой пастельных оттенков например такой какой-то розово персиковый тоже ну как венозность там так видно такая нежная как как кожа вот девать девочки вот такой я помню в детстве слышала вот такую фразу кожа кровь с молоком вот прямо так там там видно прям как нежная нежная кожа с вен венками где видны вот венками а вот некоторые некоторые венозность на цветочках для меня слишком хотя вот очень интересно меня несколько сортов как там нептун что еще из бабочек и пилориков там вообще все по-другому вот этот очень интересный это такой тип у мульти флорки но вы знаете там в магазине было ей стандартные стандартных было несколько единственный вот этот три липсик и в стандартном цветение это цветочек бегли и мне очень интересно было когда я посмотрел он так не сильно видно я даже пробовала развернуть вот цветочек посмотреть внутри но там видно что в эту губа что она вот такая прямо ну она так прям очень там нее даже не нахожу это слово как бы ну вот я этого и боялась что на русском не хотя я очень я вообще-то 80 процентов всего что читаю на русском все книжки но много почему переводы больше нравится на русском многие и русскую литературу тоже люблю много а вот иногда вот прям теряю слова и а вот губка как бы складывается там внутри и и не видно но прямо очень интересно было что в классическом цветении там прям бегли бегли классные это тоже интересные вот эти цвета вот этот сиреневый с таким салатовым эти бордовые точки тоже интересные очень интересно и нравится вообще пилорики вот и по типу тюльпана три липса такие вот интересные ажурные мне очень по душе нравится и вот красотуля бабулетка по моему это сога шита на я не уверена потому что сога шита там нету вот этого бежевого но в такой мутации все может быть он чуть-чуть ароматит но у нас не так много солнца сейчас и ну наверное и стресса ну потому что конечно поменял свое место жительства и не сильно пахнет ну посмотрим потом что будет если сохранится мутация я когда-то покупала для своей подружки вот сога шита классической ей я прям помню что очень схожи и смотрела сейчас фотографии губка там прям точь-в-точь вот это выбили настил колонки и краб так что посмотрим не вот тогда я себе сога шита не взяла взяла только подружки то что я с желтыми мне вот и нравится желтые ну там должна быть какая-то изюминка вот и поэтому в этой есть для меня вот в этой есть изюминка так ну все все показала все рассказала надеюсь что это не последнее видео на русском у меня ну сейчас конечно все на цветоносах все расти много очень цветоносов и в этом году как как бы чуть пораньше все началось вот этот процесс нахождение цветоносов и я прям очень рада потому что я сначала смотрела у всех в ютубе там там цветоносы появляются всех растут а у меня еще нет потом по чуть-чуть по чуть-чуть начиналось и у меня на подоконниках то же самое вот это классный период так что надеюсь что еще увидимся очень надеюсь я себя но сейчас посмотрю и посмотрю как меня слышно на русском как-то интересно себя услышать надеюсь что не буду царапать никому слух но красотой хотела порадовать все спасибо вам большое за внимание и увидится снова все целуйся